Библейский портал экзегет.ру представляет 58-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Он продолжает тему этих 50-х, вот как интересно у нас был 50-й покаянный псалом, а дальше все прошло про злодеев, злодеи, которые не дают жить. Предыдущий, 57-й, был прям-таки экстремистским. Пусть Господь у них челюсть сломает, зубы выбьет, а я в их крови умоюсь. Вот прямо так, даже читать такое неудобно. 58-й поспокойнее, но в то же время его обличение пожестче, чем в 57-м, где так лишь кратко сказано. Здесь подробно описаны эти самые нечестивцы, и псаломопевец себя от них жестко отделяет. У него есть надписание, заголовок. Начальнику хора напев Альташкет, еще раз, Альташкет, напомню, это буквально не погуби, и вот предыдущие два псалма имели такое же написание. То есть, может быть, это просто мелодия какая-то знакомая, а может быть, этот напев, он, ну, и означает просьбу о спасении, о спасении от врагов, да, а не спасение в богословском смысле. В стихотворении Давида, как и предыдущие, сложено, когда Саул послал своих людей следить за домом Давида, чтобы убить его. То есть, это раньше всех предыдущих вещей, когда Давид еще жил вот там вот рядом с Саулом, и, ну, Саул задумывал убийство, просто еще не решился на него, и Давид уже, очевидно, все это понял. Но пока он жил дома и не бежал, у него было время для поэтического творчества побольше, чем когда он начал странствовать по пустыне и вот буквально ускользать в последний момент. А поэтому это такое длинное произведение, я его прочитаю по частям, наверное. «Спаси меня от врагов, мой Бог, от напавших меня защити, спаси меня от творящих зло, от убийц избавь. В засаде сидят, жизнь хотят отнять. Наступают лютые на меня, но ни вины, ни греха за мной нету, Господь. Сбегаются, готовы на невинного напасть. Пробудись, приди на помощь, посмотри, Господь, ты Бог воинств. Бог Израиля, пробудись, чтобы покарать все народы. Злых предателей не щади музыка». Вот здесь он еще ощущает себя невинным. У нас был 50-й псалом, написанный, если верить над Писанием, позже. Почему же не в хронологическом порядке? Они скорее в тематическом порядке идут, эти псалмы. И поэтому вот 50-е – это про просьбу о спасении от врагов. Соответственно, себя он видит еще невинным. Но так люди тоже себя ощущают. Я ни в чем не виноват, и они на меня набросились. Часто мы так думаем. Дальше подробно. Причем обратим внимание, Господь, ты Бог воинств, Бог Израиля, пробудись, чтобы покарать все народы. Злых предателей не щади. Вновь и вновь вот эта особенность псалтирии – личная судьба человека, пусть даже царя Израиля, она теснейшим образом связана с судьбой всего народа, более того, всего человечества. Это Бог для всех народов. И он говорит, спаси меня и вообще спаси Израиля. Накажи моих врагов и накажи врагов Израиля. Итак, что же они делают? Каждый вечер они возвращаются, рычат, как псы, вокруг города рыщут и срыгают слова, словно меч изо рта у них. Этот прекрасный образ, словно меч изо рта, да? Слово можно ранить очень сильно, мы это знаем. «Думают, кто нас услышит? Но ты посмеешься над ними, Господь, унизишь ты все народы. Ты сила моя, на тебя полагаюсь, ибо твердыня моя Бог. Бог милостив ко мне, он придет ко мне, он не даст восторжествовать над врагами». Да, вот прямо видим такого юного пылкого неофита, да? Он уверен в своей собственной правоте, невиновности, в конечной победе. Его ждет очень долгая история полная и предательств, и моментов позора, и поражений, и опасностей, и всего остального. Это не будет триумфальный парад, как он это представляет себе здесь. Но в конце концов это будет триумф. Просто все будет гораздо сложнее и интереснее. И тут мы уже читали в предыдущем псалмане «выбью у них зубы, сломаем челюсть». А тут «ну не убивай их, чтобы народ мой не позабыл все. Развей их силой твоей, повер геназием, Господи, ты наш щит». Вот здесь он еще такой относительно миролюбивый. Так и его еще не пытаются убить, да? Вот прямо на контрасте эти псалмы идут. Вот здесь он говорит «накажи их, дай им понять, что ты… Бог, ну только не убивай». А потом все пойдет гораздо жестче. Потом это будет уже схватка не на жизнь, а на смерть, где Давид скажет «убей их, но я убивать не буду». По крайней мере, Богу он отдаст это право. «Грех у них на языке, грех слова устых. Пусть попадутся в капкан гордыни свои заложенные клятвы за бесконечные лживые речи. Уничтожь их в небе своем, уничтожь, чтобы не было их больше. Пусть узнают по всей земле, что Бог владыка над Иаковым. Музыка». Почему так много про слова? Это же просто слова, это просто треп, болтовня, как часто мы эти вещи слышим, иногда сами произносим. Ну что такого? Это просто слова, шутка такая. Но дело в том, что со слов-то все и начинается. И любое такое глобальное бедствие, какая-нибудь там Вторая мировая война с приходом к власти нацистов, оно начинается со слов, с лозунгов, с пропаганды, с того, что люди приучаются говорить определенные вещи. А потом они идут и убивают для того, чтобы пойти и убить невинных людей. Но нужно, чтобы в голове что-то сдвинулось. Вот это что-то сдвигается от слов. И как раз поэтому так много в псалтире говорится именно о словах. Хотя, казалось бы, есть гораздо более серьезные поводы. Каждый вечер они возвращаются, рычат, как псы вокруг города, и рыщут. Бродят они, ищут добычи, но пусть всю ночь остаются голодными. А я восприваю силу твою, пою с рассвета о твоей доброте, ибо ты был прибежищем, мне был защитой, мне, когда пришла беда. Ты сила моя, восхвалю тебя, Бог твердыня моя, Бог мой добр ко мне. Сразу видишь такого юного неофита, да? Они плохие, я хороший, они там рыщут, но они будут голодными, а я воспеваю, я буду в порядке. Мальчик еще не догадывается, что у него впереди. Но настрой у него правильный, а все остальное постепенно придет. И вот есть в псалтире псалмы такие седовласых мужей, есть в псалмы таких пылких юношей. Ну, дорогие женщины, извините, тут от мужского лица всюду. Есть прекрасные книги, где от лица девушек или от лица женщин, там книги Руфи и некоторые другие. Но вот это мужская такая книга, где практически все от лица мужчины. И тем не менее, наверное, мы можем найти, вне зависимости от того, какого мы пола, возраста, настроения и так далее, можем найти что-то подходящее, что-то очень созвучное. И псалтирь как раз не боится этих контрастов. И следующий псалом вдруг будет резким контрастом с 58-м. 59-й говорит, да ты что, с ума сошелся совершенно наоборот. Тому, кто написал 58-й. Субтитры создавал DimaTorzok